Всем привет! Вы смотрите Linux Comp Tutorial. В этом видео я бы вам хотел рассказать о том, как запускать игру Hitman 2016 на ноутбуке с гибридной графикой NVIDIA Optimus. Зачем я решил записать это видео? Дело в том, что с помощью игры Hitman я хотел проверять, правильно ли я настроил переключение между возможностью работы DisplayLink устройства и нормального видеодрайвера NVIDIA. Для корректной работы игре Hitman требуется проприторный драйвер NVIDIA, ну а соответственно устройство DisplayLink не работает с этим драйвером. Ну а поскольку иногда хочется поиграть, а иногда хочется подключить несколько мониторов, то я хочу сделать такой переключатель, который позволил бы легко переключаться между этими двумя режимами. Ну а соответственно с помощью игры Hitman и с помощью моего DisplayLink устройства я бы проверил корректность этой настройки. Значит смотрите, какие важные моменты я хотел отметить. Hitman работает, если запускать игру через Primus Run Steam Steam Run Game ID. Я прописал эту команду в своем скриптике, в котором я запускаю игру, то есть у меня одновременно запускается Steam и сразу же начинается запуск игры. Давайте я вам это покажу. Откроем терминал и я вам покажу свой скриптик. Вот такая вот в нем команда прописана. Обратите внимание, что здесь у меня есть еще переменная Steam Runtime Preferred Host Libraries, но о ней я скажу чуть позже. Ну вот так вот я запускал эту игру и все у меня работало. Вот эта переменная, о которой я говорил, и я пробовал запускать игру без нее, и я понял, что она ни на что не влияет. Еще один очень важный момент, это то, что Steam, если он уже запущен, и вы запускаете, например, Steam еще раз командой, например, Primus Run Steam, то он не перезапускается. Это очень важно. Потому что в итоге оказалось, что важно, как был запущен Steam. Так вот, если он был запущен без префикса Primus Run, а вы потом, например, в терминале еще раз прописываете Primus Run Steam и запускаете эту команду, то ничего работать не будет. То есть из Steam нужно именно выходить и потом запускать через Primus Run Steam. Ну и еще один важный момент, это то, что предупреждение игры, которое вылезает, когда вы запускаете Hitman без использования проприторного драйвера Nvidia, оно реально важно. То есть, когда это предупреждение есть, игра не работает. Например, смотрите, открываем стартовое меню, прописываем Steam, и вы видите, сколько здесь есть вариантов, да? У нас есть вариант просто запустить Hitman, Steam Native и Steam Runtime. Мы сейчас это подробнее рассмотрим. Ну, допустим, запустим Steam просто так. Вот, смотрите, у нас происходит заставка игры, и, соответственно, вылезает вот такое вот сообщение. Your computer's graphic card or driver is not supported by the game. You may be able to play the game, but are likely to see graphical glitches and experience performance or stability issues. For details of which graphics cards and drivers are supported by the game, клик View Focus. Ну, соответственно, если мы нажмем Continue Anyway, то мы будем действительно видеть всякие графические артефакты, и играть будет просто невозможно. Сейчас я нажму выход. Ну, соответственно, вот мои эксперименты с запуском. В первом столбце написано, как я запускал Steam, во втором – как запускал Hitman, и в третьем столбце результат. Как видите, на этом слайде у нас одни нерабочие результаты. То есть, например, я запускал бинарник Steam через стартовое меню, Hitman запускал через вот такую команду Steam, Steam Run Game ID, да? Также пробовал предварять префиксом OptiRun и PrimusRun, и, как видите, ничего не работает. То же самое пробовал, когда запускал Steam через стартовое меню, ну, то есть через Desktop файлик, а там внутри все равно бинарник Steam – то же самое. Ну и, соответственно, Steam Runtime – то же самое. А здесь вы уже видите, что какие-то случаи все-таки работают. Например, когда я запускал Steam из терминала, предваряя префиксом PrimusRun, то уже независимо от того, как я запускал самого Hitman, все всегда работало. Соответственно, какой из этого можно сделать вывод? Вывод такой, что не важно, как запускать саму игру, а важно то, как был запущен Steam. То есть он должен быть запущен не иначе, как через PrimusRun. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Если это так, оставьте лайк, мне будет приятно. Если остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях, я постараюсь ответить. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok